Плитвицкие озера или Плитвичка озера – невероятно живописное место в центральной части Хорватии. Хотя статус национального парка озера получили еще в 1949 году, они еще целых 9 лет были недоступны для туристов. А последующие исторические события снова сделали парк недоступной зоной. Заглядывая в хронологию событий, можно узнать, что регион был заселен со времен античности. Он неоднократно становился ареной кровавых битв, между гунами и германскими племенами, османами и габсбургами. В 1991 году на территории Плитвицких озер произошли первые столкновения Хорватской войны, получившие название Плитвицкой кровавой пасхи. Впоследствии здесь неоднократно велись бои, территория была заминирована, и лишь сравнительно недавно стало снова безопасно посещать парк. Как же выглядит парк? На огромной территории сосредоточены каскады озер, водопады, пещеры. Самый высокий водопад обрушивает свои воды с высоты 78 метров мягкая известняковая порода способствует тому, что рельеф и ландшафт постоянно меняются. Вода вымывает новые полости, создает водопады, а упавшие в воду растения покрываются меловыми породами и создают настоящие запруды. Чистая вода озер окрашена в удивительно насыщенный бирюзовый цвет. В озерах водится форель, но ловить ее запрещено, в связи с чем рыба совершенно не пуганая. Территория поросла букво-хвойными лесами, а всего в парке более тысячи видов растений. Западная часть парка примыкает к горному хребту Мала Капелла, входящему в состав Динарского Нагорья. В Плитвичка озера более 30 пещер, некоторые из них достойны посещения. Длина пещеры Голубняча составляет около 160 метров, она примечательно необычными сталактитами, свисающими с потолка. Шупляра или пещера-дыра действительно сквозная, причем вход и выход из нее находятся на разных уровнях. В пещере с говорящим названием мрачна палеонтологи обнаружили кости пещерных медведей. В парке проложены тропинки и мостки, с них лучше не сходить во избежание неприятных сюрпризов. оставшихся от последней войны. Сюда ведут два входа, проложено несколько маршрутов. Прохождение более длинного займет не менее 6-8 часов. Для прогулки по парку стоит запастись удобной обувью. Добраться к Плитвицким озерам можно на автобусе, причем при покупке билета заранее, стоимость проезда входит в билет. В парке строго запрещено купаться, устраивать пикники и приводить с собой домашних животных. Для того чтобы сделать наилучшие кадры, стоит выбраться в парк пораньше и не полениться подняться к верхним озерам. Зимой Плитвицкие озера также по-своему прекрасны, поэтому не стоит откладывать визиты за времени года. Для наименее физически подготовленных подойдет маршрут, аж, он все время идет вниз. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.